добрый вечер дорогие друзья давайте проверим связь как слышно как видно 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 это у нас сегодня бонусом на самом деле основные события будут происходить в презентации просто есть возможность подключить и видео одновременно тоже самое главное конечно звук если звук вам нравится по громкости и по звучанию то поставьте какой нибудь положительный знак так ну что ж три плюса есть 4 5 6 ну я думаю что что все отлично хорошо напомню вам что для наилучшего качества звучания и видео формата и всего нужно закрыть все посторонние окошки чтобы у вас браузер был свободный и собственно ему легко было так запись да я думаю что для участников будет обязательно запись вот для как сказать все остальное аудитории гарантировать не могу но для вас обязательно для всех тех кто заранее регистрировался и объявлял свое участие так что наталья читала уже до ваши как сказать сообщение по поводу того чтобы сейчас пути я думаю что это все поправимо и у нас есть те кто на даче находится я тоже знаю так что вот совершенно мы скажем встретились здесь в онлайн формате совершенно из разных мест итак ну что ж тема у нас сегодня уже обозначена ошибки в использовании цвета у меня для вас готова презентация с пятью десятью слайдами в которой собственно эту тему моя задача сегодня вам раскрыть но я предлагаю ну скажем так работать в диалоге то есть у меня будут вопросы и было бы знаете скучно просто вам излагать материал и в общем то не тренировать вашу наблюдательность и ваши способности поэтому мы построим работу следующим образом сначала я показываю вам какие-то картинки спрашиваю что что здесь не так и даю вам возможность самостоятельно определить в чем заключается в данном конкретном образе или в нескольких образах какая-то ошибка если она там есть вот после этого конечно же комментарии красочная информация на эту тему хорошо то есть готовьтесь отвечать это будет полезно и вам причем независимо от того насколько вы в этой теме теме продвинуты я думаю будет полезно всем абсолютно но вместо традиционного слайда на котором я обычно пишу программу на втором слайде тут я всего лишь обозначил нашу сегодняшнюю тему потому что описать программу это фактически выдать вам все те ошибки которые по идее вы должны будете определить сами поэтому все готово начинаем и начнем со следующего слайда значит здесь вы видите два по своему очаровательных образа но если говорить о цвете то все ли здесь так немножко скажем так общих моментов скажем конечно подиум отличается от реальной жизни почему потому что на подиуме модель призвана быть фоном для одежды то есть в реальной жизни мы стремимся к тому чтобы одежда нас поддерживала и была скорее оформлением для нашей личности нежели основной идеи а здесь конечно есть такой нюанс если есть у вас версии что здесь не так то пожалуйста прошу вас делитесь пишите в чате и конечно же через пару минут я вам открою следующий слайд мы разберемся что здесь не так посмотрите внимательно на то насколько цветовая гамма действительно соответствует ну в общем молчу-молчу а то сейчас я вам сама все расскажу но даю вам буквально пару минут для того чтобы попробовать сформулировать что не так здесь с использованием цвета и собственно что страдает данном случае цветотипу так тепло и в общем то возможно даже горячо еще есть если версии будем рады увидеть так ждем я знаю что есть некая задержка потому что пока вы печатаете пока сообщение приходит есть такой момент как сказать времени для кого-то может быть сложно будет сформулировать но вот у нас одна версия благодаря оксане уже есть если никто не хочет добавить то я ага как-то скучно уныло выглядит вот то есть катюш собственно продолжает предыдущую тему она говорит о том результате который у нас действительно бледный контраста нет хорошо вот давайте давайте просыпаться и вспоминать много интересных умных акцент к лицу так нужен так бледная первая девушка ну в общем я думаю что объективно все заметили не не свежесть лица и 1 и 2 и то что и в первом случае во втором причиной этому цвет это действительно так и собственно раскрываю следующий слайд результат который мы увидели а сейчас мы озвучим уже причину это эффект несвежего нездорового лица почему же так происходит это будем считать действительно ошибка номер один и благодаря да цвет одежды не соответствует да 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 в общем то вы разными словами все сказали об одном и тоже об одном и том же неверный выбор цветового решения образа то есть в данном случае если говорить оксанином как сказать оксанин фразы действительно одежда не соответствует цветовому колориту или ту природному колориту девушки если мы вспомним о том что у нас есть природные уже заложена определенная гармония в нашем образе то есть и оттенки и цвета которые действительно нас украшают что значит украшает это возможность сделать свой цвет лица наиболее свежим вид наиболее здоровым и привлекательным если же я вернусь чуть еще чуть раньше чтобы вы вспомнили как это выглядит если же мы видим подобный эффект с нашим лицом это серьезный сигнал о том что одежда которую мы используем не соответствует по цветовому колориту и сейчас я вам покажу те варианты которые бы для каждой из этих девушек подходили бы в большей степени именно благодаря вот такому звучанию света они бы приобрели наилучшее проявление то есть вот в данном случае мое предложение выглядит так это конечно далеко не все варианты их очень много будет но в данном случае цветовое решение будет для каждой из них наиболее верное и цветовая гамма будет соответствующей то есть это первое и пожалуй самое главное потому что если выбор цветового решения образа не соответствует цветовой палитре мы видим просто усталые унылые как вы правильно описали бледные нет очень как сказать версии может быть много может быть ощущение нездорового цвета лица скучно уныло но все это всего лишь результат неверного выбора цвета едем дальше разминочка прошла у нас успешно сейчас очень полезно будет всем кому-то познакомиться а кому-то повторить и вспомнить как будут отличаться оттенки разных колоритов в случае когда мы говорим об одном и том же цвете если вы посмотрите на этот слайд то вы увидите с четырех сторон радуги составленные из платьев вот эти радуги это как раз вот ручная работа моя то есть вот эти планишки были призваны показать диапазон цвета для каждого из четырех колоритов и сейчас мы будем каждый цвет сравнивать и кто-то вспоминать кто-то может быть знакомиться впервые с этой темой то есть мы вы увидите насколько разные бывают красные насколько разные бывают желтые зеленые синие и так далее оттенки и благодаря тому что вот оксана мне предварительно еще прислала вопрос по поводу коричневого я сделал еще слайд с коричневыми оттенками потому что их не было здесь были у меня был набор из семи цветов радуги вот ну что ж давайте двигаться и смотреть чем будут отличаться оттенки каждого из цветов вот в таком проявлении посмотрите эта группа красно оранжевых тонов и конечно же будет огромная разница между оттенком красного каждого из колоритов я думаю что легко отличить теплое от холодно потому что верхняя часть у нас будет адресовано холодным колоритом нижнее теплым и сейчас я вам подскажу в каком в какой части композиции вы сможете наблюдать определенный типаж и собственно несмотря на движение слайдов именно в этом углу будет соответствующий цвет то есть мы начинаем зимнего сочного чистого льдистого такого наиболее интенсивного цвета красного проявленного в своей максимальной вот такой вот силе и чистоте сверху справа у нас появляется уже летний оттенок иначе говоря холодный приглушенный то есть мягкий припыленный более такой деликатный красный оттенок который ощущается как разбавленный белым серым и то есть ощущение его вот мягкости и недосказанности если же мы говорим про нижнюю часть это у нас весенние в левом нижнем углу и в правом нижнем осенняя палитра и они будут отличаться тоже частотой со стороны весеннего больше звонкостью цвета и больше густотой насыщенности и приглушенности со стороны осеннего вот и теперь мы уже более быстро пробежимся и вспомним как будут отличаться оттенки цвета для всех колоритов так как оранжевый присутствует не в каждой палитре естественно потому что он будет скажем радовать только теплые типажи то здесь в качестве скажем дополнение я сопоставила бежевые оттенки ну наиболее близкие скажем так к оранжевому чтобы не скучно и не обидно было холодным типажам и оранжевые в более в нижней части то есть можно посмотреть о том что да оранжевый это приоритет непосредственно теплых типажей ну а бежевый в разном своем проявлении это хоть какая-то ну слабый намек на вот этот цвет следующий слайд с остальными оттенками повезло больше потому что желтый хоть и в разных совершенно проявлениях но присутствует во всех палитрах то есть у нас начиная насыщенного едкого даже в какой-то степени может быть очень сильного и кислотного цвета хотя может быть и спокойного желтого просто очень насыщенного для зимы ванильный цвет прозрачный мягкий которые у нас украсит летний летний колорит и нижняя часть она у нас связана с теплыми оттенками желтого это такой солнечный мягкий теплый желтый для весеннего колорита и насыщенный такой яичный желток можно его еще подсолнечным называть то есть вот этот цвет принадлежащий осеннему колориту что же у нас следующее ну мы идем по цветам радуги красный оранжевый желтый зеленый и здесь посмотрите насколько разными будут оттенки зеленого цвета начиная от холодного достаточно большей степени содержащего в себе и синеватые отблески зимний вариант про прозрачный более мягкий практически бирюзовый оттенок ближе у нас будет летнему колориту и зеленые разнообразного звучания но теплый травянистый и болотный это будет соответствие для теплых колоритов весны и осени наконец мы добрались до голубого многим я думаю что сталкивались таким стереотипом что голубой это исключительно холодный как и синий цвет и в общем вот бытует такое мнение но на самом деле если вы посмотрите внимательно голубой тоже бывает очень очень разным и в верхней части у нас сосредоточены достаточно близкие друг другу но все-таки отличающиеся друг от друга холодные оттенки голубого более чистый зимний и слегка серовато синеватый такой оттенок голубого для лета и в нижней части вы видите оттенки созвучны уже более бирюзовой гамме то есть содержащий в себе как сказать нюанс теплый то есть скажем такой оттенок весеннего неба более прозрачный с легкой бирюзой и оттенок более грозовой такой тучи уже серьезный это оттенок для осеннего колорита следующий слайд приходим к темному к его более такой серьезная к темно-синему к его насыщенной части и здесь вы можете увидеть насколько сильно тоже будут отличаться оттенки теплого и холодного синего если верхняя часть это королевский синий или синий фиолетовые которые принадлежат ближе всего к зиме и к лету то в нижней части вы увидите оттенки допустим они иногда называются керосиновый цвет это синий с примесью теплая теплого отблеска то есть примесью зеленоватого цвета это будет идеальное решение синего для теплых колоритов и мы наконец подходим к еще одному коварному оттенку цвету точнее к цвету который называется фиолетовый для многих тоже будет открытием что фиолетовый может быть и теплым и холодным в верхней части традиционно у нас показаны холодные оттенки и вы видите что в этом в этих фиолетовых синевы больше а в нижней части если вы обратите внимание то у нас фиолетовые с дополнительным оттенком красного и естественно относительно верхнего фиолетового этот фиолетовый будет считаться более теплым соответственно с ним будут сочетаться и более теплые оттенки остальной гаммы весны и осени прошу прощения двух теплых колоритов и теперь как раз можно поговорить о коричневом который есть в каждой палитре но он очень разный для всех конечно же первый признак это теплота и холод потому что верхней части на собранные оттенки коричневого более либо с примесью серого либо с примесью розового как у допустим летнего колорита оттенки эти будут считаться холодными это либо горький шоколад у зимы либо оттенок какао для лета в нижней части коричневый приобретает более ржеватые и ржавые оттенки соответственно для весны и осени подобным звучанием будет вот такой ржаво коричневый и темно-рыжий коричневый разница достаточно очевидна и вы видите даже по тем деталям с которыми мы сочетаем основное платье то есть они подобраны уже непосредственно в той же палитре который принадлежит оттенок коричневого вот так мы с вами кто-то вспомнил а кто-то познакомился прочувствовал разницу и здесь стоит подвести итог вот это этой ошибки номер один итог будет следующим что конечно же знание точное колорита дает возможность выбирать свои оттенки каждого цвета то есть именно те оттенки которые будут максимально вас делать свежий привлекательный сияющий и цвет лица собственно будет ваш радовать вас ну давайте смотреть что у нас заготовлено следующее ошибка номер два что здесь не так так что теперь включайтесь активно присоединяйтесь к процессу и жду ваших версий что не так в данных образах в данных цветовых решениях для непосредственно этих моделей ну пьет ну 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 ну